Всем доброго дня! Я приглашаю вас в мое новое видео и с радостью поделюсь приятными для нашей семьи счастливыми кадрами из нашего отпуска. Это был даже не отпуск, а целое путешествие, потому что мы останавливались в трех местах и увидели много всего интересного и нового. Мы выехали в 6 часов утра и к 10 часам мы были уже в парке Лога, который расположен в Новошахтинске, Ростовской области. Это всего 350 километров от нашего дома. Ландшафтно-тематический парк Лога – это уникальный проект, он был построен меценатом и здесь практически все бесплатно. То есть вход бесплатен, там есть зоопарк, просто бесконечное количество красивейших локаций для фотографий, для видео. Там есть что посмотреть, где прогуляться и все это бесплатно. Ну, конечно, если вы хотите перекусить в одном из ресторанчиков, естественно, за это нужно платить. Ну, а так вход, прогулки, все бесплатно. Что с тобой представляет этот чудесный парк? Он называется ландшафтно-тематический. Ландшафт здесь потрясающий, бесконечное количество суперухоженных, очень красиво стриженных территорий, каких-то участков, деревьев, растений, кустов. Все суперухоженно, очень чисто и красиво. Ну, а тематика парка – это Древняя Русь. Мы в этом парке уже были пять лет назад, а открылся он в 2009 году аж. И, конечно же, нам хотелось туда вернуться. Мы решили начать свое путешествие именно с посещения этого парка. И здесь красота на каждом сантиметре. Вот хочется ходить бесконечно по этим дорожкам, тропинкам, и в каждом уголочке открывается невероятная красота. Помимо ландшафтной и архитектурной красоты, которым можно любоваться бесконечно, здесь еще есть замечательный зоопарк. Он называется Птичий двор. Здесь большое количество разных птичьих, очень интересных, диковинных, чудесных птиц. Их можно рассмотреть. Они содержатся в какой-то идеальнейшей чистоте. Это сразу бросается в глаза, нет никакого запаха неприятного. Все очень чисто, аккуратно. Помимо птиц есть и другие животные, и в общей сложности там 50 видов животных. Глянь, дочь, глянь, глянь, на мяклюве держатся и лапы чужихся. Ну повернись, давай. Откуда у тебя птичьи? Ой, а вот сидите. Я же не могу ли ногу, а животное. Ну а олени просто покорили наше сердце. Их тут огромная стая. Туда вот, подальше, на той стороне. Еще мне очень нравится, как здесь продумана траектория движения по парку. Ты все время идешь по каким-то извилистым тропинкам, дорожкам, мостикам. Также здесь много очень водоемов. Они небольшие, но тем не менее, где можно увидеть разную рыбу, черепах. Лебеди там плавают, утки разные, водные растения красивущие. А также на всей протяженности много детских площадок в разном стиле, как в древнерусском, вот как здесь, так и в современные горки, ну и всякие разные штучки для детей. Много мест, где можно посидеть, отдохнуть. Это беседки, лавочки, качели. Ну а каждое здание, это просто расписной резной терем. Можно рассматривать бесконечно. Я их трогала, нюхала, потому что это все выполнено из настоящего дерева. Оно невероятно пахнет. Оно очень красиво выполнено. В этих зданиях расположены ресторанчики, кафешки, какие-то магазинчики сувениров. А еще вот прямо если пойти в сторону печи, которую вы сейчас видите, там зона барбекю. Прямо специальные такие места, их достаточно много, где установлены мангалы, скамейки, столики, где каждый посетитель может взять с собой из дома, либо в ближайшем магазине купить, например, шашлык, сосиски, что-то такое. Можно разжечь мангал, приготовить вкусную еду прямо здесь в парке, покушать, все убрать за собой. Есть большие урны, там все очень тщательно, быстро убирается. Я считаю, что это просто отличная идея. Если ты приезжаешь с большой компанией на целый день в этот парк, то действительно так можно вкусно пообедать. Ну а также есть помимо ресторанчиков и кафе вот такая локация, где ларечки с более-менее бюджетной едой. Это пирожки, блинчики, здесь также стоят столики с лавками, очень красивый вид, можно купить и что-то перекусить. В общем, в этом парке, куда не повернешь голову, везде очень красиво. Хотела посвятить буквально 3 минутки нашей остановке в парке Лого, но не получилось. И будет посвящено ему почти 10 минут. Но я надеюсь, что вам интересно. Вы узнаете о новом месте, очень интересном, бюджетном месте, куда вы можете всей семьей поехать. Классно провести время, посмотреть на красоту. Вот сейчас мы, например, прогуливаемся по зоне кривых зеркал. О, какая красивая женщина! Очень интересно все оформлено, необычно, в одном стиле. Здесь бесконечное количество каких-то неведомых зверушек. Хочется каждую рассматривать, хочется каждую фотографировать, снимать на видео. В общем, место супер! От души советую всем, кто еще не посещал парк Лого. А даже если вы его посещали несколько лет назад, то вот мы вторично здесь были и в восторге. Мы отлично провели время. Мне кажется, что здесь будет интересно, приятно, красиво. Любому поколению, от малышей до самых взрослых посетителей. Красота, она, как говорится в поговорке, и в Африке красота. Но здесь невозможно ходить как-то, да, и не реагировать на все это. Но оставаться каким-то равнодушным. Также, что немаловажно, практически весь парк под кронами высоченных деревьев. То есть, в любую жару здесь приятно, не жарко, не знойно. Поэтому приезжать можно в любое время года. Потому что парк работает круглый год. Ну, а мы заканчиваем свое путешествие. От самого начала мы дошли до конца парка. И здесь вот сейчас заберемся на определенную высоту. Посетим храм. Храм невероятной красоты. Внутри снимать не запрещено. Я человек послушный. Нельзя, значит нельзя. Всем советую посетить парк Лого. Если вы недалеко живете, относительно какой-то удаленности. Либо же по пути в отпуск. Потому что совсем нужно завернуть буквально несколько метров. Если вы едете по трассе М4 Дон. Не доезжая около 150 километров до Ростова-на-Дону. Нужно завернуть с трассы М4 Дон на Каменск-Шахтинский. И там буквально несколько километров уже открывает для вас бесплатные, что немаловажно, двери парк Лого. Стоянка большая возле парка. Также бесплатная. Парк работает круглогодично. Всем от души советуем по возможности заехать в это чудеснейшее место. В парке Лого мы провели примерно 4 часа. И двинулись дальше. Следующая наша остановка была в Ростове-на-Дону. Нам встречаются по дороге вот такие вот гиганты, ветряки. Каждый год мы ездим на юг. Каждый год я их вижу. И каждый год удивляюсь их размерам. В общем, потрясающее зрелище. Мне захотелось немножко снять и тоже вам показать. В Ростове мы жили два дня в квартире, в которой разрешили нам пожить наши друзья. Огромная им благодарность. Поэтому про съемку квартиры, сколько это стоит, ничего не знаю. Не могу вам ничего рассказать. Первым делом мы остановились и пошли покушать. Нам посоветовали посетить заведение Басты. Наверное, многие знаете. Это такой певец. У него реберные по всей стране. Вот мы туда заглянули. Ну, интерьер кафе суперобычный. Но ребра невероятно вкусные. Мы остались очень довольны. Цены на блюдо сейчас вы видите. Это меню. Ну, я бы сказала, что среднее, либо чуть-чуть выше среднего. Меню небольшое. Ну, и, конечно же, фишкой всех его ресторанов являются ребра. Мы заказали ассорти. Здесь три вида ребер. Было реально очень-очень вкусно. Так что, по возможности, советуем заглянуть. Но выглядит красиво. Такие прям разваливаются. Они у них готовые там, наверное. Еще раз. Вкусно. Первым делом мы прогулялись по центральным улицам Ростова. Здесь потрясающие архитектуры здания. Они сохранились с позапрошлого веков. Их хочется бесконечно рассматривать. Мы головой вертели просто налево и направо бесконечно. Мне хотелось все снять, сфотографировать. И эти улицы, они чем-то схожи с питерскими улицами. Мы несколько раз были в Питере. Я знаю, о чем я говорю. То есть, если вы будете в Ростове, обязательно к посещению Большая Садовая и Пушкинская улицы. Одним из самых красивых, шикарнейших зданий является здание городской думы. Еще его ростовчане называют торт из-за богатого разнообразия всяких украшательных элементов. Построено здание в 1899 году. Входные группы, двери на исторических зданиях являются отдельным видом искусства. Я сфотографировала несколько, чтобы поделиться с вами этой красотой. Ну и на протяжении всего нашего маршрута нам периодически встречались очень уютные локации, где можно вкусно покушать, либо попить чай с чем-то вкусным. Какая красота, боже мой! Какие здания, какие фасады, какое зеленение. Прямо в центре Ростова возвышается собор Рождества Пресвятой Богородицы. Построен аж в 1860 году. Внутрь мы не попали, но рядом есть облагороженный красивый сквер. Мы там прогуливались и хорошо его рассмотрели снаружи. А еще гуляя по многочисленным улочкам Ростова, мы обнаружили, что здесь есть колесо обозрения, которое является одним из самых высоких в России и высота его 65 метров. Когда стоишь рядом, просто стоять страшно. Подземные переходы в Ростове – это сплошная достопримечательность. Здесь спрятаны чудеснейшие панно из керамической плитки. Они были созданы в конце 70-х годов и сохранились по сегодняшний день. Уникальность и трогательность, что ли, этой мозаики в том, что она выполнена из обычной керамической плитки. И все детали вырезались уже здесь на месте и составлялись вот в такие потрясающие картины. На каждом панно разная сюжетная тематика. Здесь и Великая Отечественная война, и школьные годы, и различные профессии. Герои советских мультиков. Рассматривать нам было их очень интересно. В каждом городе, который мы посещаем впервые, мы обязательно идем на центральный рынок. Мне кажется, там можно увидеть весь колорит данного города, данной местности, региона. Ну и, конечно же, что главное на центральном рынке в Ростове-на-Дону – это донская рыба. Вяленая, сушеная, копченая и так далее. Несметное количество донской рыбы. Выглядит она и пахнет просто невероятно. Мы купили кое-что попробовать. Вся рыба очень вкусная, в меру соленая, в меру сушеная. Цена разная. Ее можете сейчас видеть на экране. Ну, помимо рыбного отдела, еще очень много разных отделов. Со специями мне тоже понравился отдел. С сухофруктами, с фруктами, с бесконечными. И, конечно же, цены очень разные. Нужно прицениваться. Мы, выйдя за территорию рынка, встретили мужчину, который только что приехал из Адлера и привез персики. Но он так нам сказал, и мы ему поверили. Потому что это были действительно самые вкусные персики в моей жизни. И стоили они всего 100 рублей килограмм. Вот представьте, размер персика. Три штуки на килограмм. Невероятной вкусноты и аромата. Вот так бывает. А на рынке 250 рублей килограмм. Ростов у нас на Дону. Здесь точкой притяжения, конечно же, является набережная реки Дон. Она достаточно протяженная, хорошо выполненная, современная. Здесь очень много всяких интересных точек, локаций. Конечно же, очень много всяких точек питания на любой вкус и кошелек. Много красивых скульптур, посвященных местности. Вот, например, Григорий везет свою Аксинью из знаменитого всем известного фильма «Тихий Дон». А вот так, например, скульптор-художник видит великую реку Дон. Таких скульптур просто десятки на протяжении всей набережной. И вообще в городе их очень много. Они интересные, рассматривать их также интересно. Ну и, конечно же, рыбаков и удочек на протяжении всей набережной несметное количество. Ну, я верю, что тут хорошо ловится рыба, судя по кадрам с рынка. Ну а в вечернее время набережная в Ростой-на-Дону выглядит великолепно, потрясающе. Ощущение, что мы уже на море, на юге. Очень много людей собирается в вечернее время. Это молодые пары с колясками, с детьми. Взрослые пары, держась за ручку, прогуливаются. Очень много молодежи. Но в то же время все спокойно, тихо. Мы не видели ни одного какого-то не в адеквате человека или каких-то пьяных людей. Обстановка очень приятная. Кругом ресторанчики. Оттуда вкусно пахнет. Они все укутаны в огоньки. Мы за этот вечер посетили парочку кафешек. Нам все очень понравилось. Обстановка чудесная, красиво, все чисто, вкусно. В общем, Ростов нам очень понравился. По возможности посетить этот чудесный город. Мы множество раз проезжали мимо этого города. Ну а так, чтобы все посмотреть и рассмотреть, были там впервые. Ну а мы отправляемся дальше, на юг. И едем мы на море в город Геленджик. Также ни разу не были мы в Геленджике. На самом деле мы много где отдыхали на Черном море. Также мы очень любим Абхазию. И всю ее уже объездили. Были там примерно 10 раз. А вот в Геленджике никогда не были. В этот раз по рекомендации наших друзей решили поехать именно туда. Квартиру мы забронировали через Авито. Сейчас там все надежно. Система так придумана, что обмануть достаточно сложно. Практически невозможно. Квартиру мы выбрали удачно. Она нам очень понравилась. Как сама квартира, так и комплекс, в котором она находится. И также район Геленджика тоже нам очень понравился. И вид из квартиры, ну просто невероятный. Квартира-студия, она небольшая, где прихожая с большим шкафом для хранения. Санузел совмещенный, там душ, умывальник, стиральная машина, унитаз. Затем комната, которая визуально таким полустенком разделена на две зоны. Где основная кровать. Здесь мы с мужем спали. И дальше идет кухня, где расположен еще раскладной диванчик. Там спала наша дочь. На кухне есть все для того, чтобы приготовить что-то там. Включая микроволновую печь. Стол. Ну, в общем, все уютно, современно. Нам больше места и не надо, потому что мы здесь проводили немного времени. Ну и вид, конечно, из квартиры невероятный. Здесь большое, практически панорамное окно. И когда мы завтракали, либо ужинали, ну либо вообще что бы мы не делали в квартире, все время хотелось туда смотреть. Это новый район на Толстом мысу. Геленджик как бы разделен на несколько районов. Наверное, можно сказать, это центр, Толстый мыс и Тонкий мыс. Ну вот, мы на Толстом мысу. Море буквально 50 метров от нашего дома. Но здесь высокий крутой берег и до пляжа нужно пройтись. До ближайшего пляжа нужно было пройти примерно минут 15. Все красиво, чисто. Да, я тоже хочу сюда. Вдоль набережной, по всему побережью расположены различные пляжи. Дальше по курсу у нас следующий пляж Сады Морей. Лежаки. Тоже красиво, да? Следующий пляж с названием Багамы. Здесь беседки. Очень красивый пляж. Тут все такое в голубых-белых тонах. Пальмы. Искусственные, правда, но ничего. Красиво, чисто. Оказалось, что здесь есть и галечные пляжи, и песочные. Вода чистая. Мы подходили такая же, как и где каменистый пляж. Много зонтиков, лежаков, беседок. И здесь пляж песчаный. Лежаки стоимостью 400-500 рублей, и то до двух часов. Ну, если честно, грабеж. Также здесь на набережной стоит скульптура «Белая невесточка». Она является таким символом города. Ну, потому что Геленджик переводится как «невесточка». Также нам очень понравилось место, где причал различного водного транспорта. Здесь яхты, корабли, катера. И вообще нам показалось, что такого скопления водного транспорта в какой-то одной небольшой локации мы не видели нигде по всему Черноморскому побережью. Возможно, так кажется, потому что здесь бухта, и особо разойтись им некуда. И вот они здесь все на виду. Выглядит это очень красиво. Гуляшка с бабой отправляются. На кошелоте или на ките в открытое море. Ну, поехали! Также, где бы мы не были в отпуске на юге, я обязательно посещаю вот такие вот магазинчики, рыночки, где продаются различные украшения. Вы видели в одном из прошлых видео, что у меня достаточно много украшений. Куплены они практически все в отпуске в разных городах на юге. Ну, если там хорошо поковыряться, покопаться, можно найти очень красивые украшения. И которые будут сочетаться со всеми другими вашими украшениями и с вашими нарядами. В этот раз я тоже кое-что себе купила. В следующем видео оно будет посвящено покупкам. Свалбери, Сазон, ну и вообще другим моим покупкам. Я обязательно вам покажу свои новые украшения. Вообще, набережная в Геленджике очень протяженная, очень красивая. Гулять по ней само удовольствие. Ну и, конечно же, бесконечное количество ресторанчиков, кафешек, столовых на любой вкус и на любой бюджет. С разной абсолютно кухней, с разными интерьерами. Очень интересные интерьеры, красивые, необычные. Так как мы жили в квартире, завтракали дома. Это было очень удобно там приготовить по-быстренькому что-нибудь. Обедали в столовых, а ужинали по-разному. Либо дома, либо в кафе или ресторане. Мы приехали в парк Олимп, где канатная дорога наверх. Ну, в общем, сейчас все покажу. Билет стоит 1200. Сюда входит все. И океанариум, и зоопарк, и аттракционы. Мы поднимаемся. Класс, как красиво. Пипец, очень страшно. Вот, вот, очень. Мамочка родная, господи, спаси сухой. Мы доехали до надписи Геленджик, до слова Геленджик. Но уже осталось немножко. Мы заехали, и здесь площадка с каким-то невероятным видом. На всю бухту и на весь Геленджик. Бухта выходит в бесконечное море. Вон там наш комплекс, где мы живем, на толстом мысу. Наверху большая площадка, где несколько каруселей, в том числе и чертово колесо, которое стоит прямо на обрыве. Я настолько боюсь высоты, что мне даже стоять страшно с ним было. Но мои герои, муж и дочь, решили пощекотать себе нервишки. Мои вон наверху, господи, я смотрю, у меня паника, даже я просто тут стою внизу. Еще ветер сильный. Но мои герои. Поклонный крест. На высоте, по-моему, 590 штурметров. Здесь же Геленджик. В общем, мы все посмотрели наверху, спустились сюда вниз, на площадку. Также в стоимость билета входит посещение контактного зоопарка. Ну и туда мы и отправились. Всем от души желаю. Это супер удовольствие. Животные чудесные, чистенькие. Очень идут на контакт с людьми. Видно, они давно уже взаимодействуют с людьми на постоянной основе. Не боятся. Кролики – это просто невероятное чудо. Можно купить морковочку, там какую-то зелень, сухой корм для животных. И всех покормить. Ой, боже мой. Тут целое семейство морских свинок. Всякие, какие хочешь. В общем, парк Олимп нам очень понравился. Цена адекватная. Много что можно посмотреть. Получите разные эмоции. Рекомендуем к посещению. Также нам удалось посетить Шато-де-Толюм. Это современная и одна из самых живописных виноделин Краснодарского края. Здесь действительно невероятно красиво. Нам удалось взять экскурсию по винодельни, также по виноградникам. Было очень интересно. Нас вывозили на виноградники. Нам рассказывали, как производится вино, какие сорта винограда выращиваются, как они выращиваются, как зимуют в данном регионе виноградники. То есть они полностью от лозы до бокала выращивают и перерабатывают. Разрешили погулять по... Но темные пока еще нет. Также нам показывали производственные помещения, как и где готовится вино, ну и, конечно же, где оно хранится. Здесь мне нравится. Класс! Здесь уже хранение готового вина. Уникальная возможность закат встретить на балконе. Шато-де-Талю. Шато-де-Талю. Затем мы с трудом, но попали на дегустацию вин. Было очень интересно, познавательно. Рекомендую заранее, онлайн, на сайте Шато-де-Талю, брать билеты на посещение экскурсии и на посещение дегустации. Мы пришли на дегустацию. Вот такой вот зал с круглым столом. Здесь посадочные места на каждого. В своем красных винах мы зачастую используем технику пижаж. Что это означает? Вы сегодня гуляли на производстве, видели, что у нас есть нейтральные легкости. Если заметили, они... Мы остались в полном восторге от посещения Шато-де-Талю. Очень красиво, интересно. Ну а вечером здесь супер романтично. Винодельно расположено прямо в самом Геленджике. Мы буквально на такси до него доехали за 10 минут. Рекомендую к посещению обязательно, если вы будете отдыхать в Геленджике. На этом я буду с вами прощаться. Видео получилось очень насыщенное, сумбурное, но пришлось собирать его из того материала, который мне был отснят. Всем пока и скоро увидимся в привычных домашних видео.